Уважаемые товарищи, традиционно есть ряд вопросов, которые мы сегодня должны обсудить на совещании с членами правительства и заинтересованными лицами в решении этих вопросов, но несколько слов по наиболее актуальным вопросам сегодняшнего дня. Первая сельскохозяйственная тематика. Как вы хорошо знаете, уборка на сегодняшний день завершена. У нас, наверное, осталось около 1% убирать кукурузы на зерно и у нас примерно 5% сахарной свеклы убирать. Но там график уборки сахарной свеклы и 5% сахарной свеклы это почти ничто. Таким образом, мы получим около 4 миллионов тонн сахарной свеклы. Обеспечим полностью внутренний рынок сахаром. Это примерно 350 тысяч тонн. Ну и столько же примерно пойдет на экспорт. Цена на сахар, как и в целом на продовольствие, очень приличная. И это поможет поправить финансовое состояние хозяйства. Зерна мы собираем 9 миллионов тонн примерно. Это неплохой урожай. По этому году достаточно для того, чтобы обеспечить население хлебобулочными изделиями, а также обеспечить комбинированными кормами поголовье скота, которое у нас сегодня есть и которое мы планируем иметь в будущем году. Зяблевая вспашка, страска повлияла. Я это вижу. Я облетел всю страну. Сегодня будет под 80% поднято зяби под план. Это хороший процент. Никогда такого не было. Но ни в коем случае нельзя останавливаться. Молодцы некоторые хозяйства, которые вносят органику под зяби. Это очень хорошо. Ну и традиционно калийное удобрение мы вносим под зяби. Технологии соблюдаются. Да, надо качественнее пахать. Пока еще не очень хорошо пашем. Хуже Владимир Павлович, чем мы пахали в советские времена. Сегодня гребнистость после вспашки везде. Только отдельное хозяйство заботится о культуре вспашки. Я почему об этом говорю? Потому что это прямая экономика. Если ты плохо вспахал, то тебе вместо одной культивации надо делать три следа культиваторам. А это в три раза большие затраты. Поэтому надо повышать качество. Задача в сельском хозяйстве, которую я хочу просто обозначить и акцентировать ваше внимание. Я почему поддавливаю губернаторов, местные органы власти, да и правительство. Министр мне утром-вечером порой докладывает о ситуации в сельском хозяйстве. Поддавливаю для того, чтобы мы подготовили за зиму раннему севу. Надо быстрее бросить зерно в почву. Мгновенно. И кукурузу. Да, надо плюс 10, чтобы прогрелась почва, начинаем сеять кукурузу. Так мы же месяц сеем. А потом убираем до декабря месяца. Поэтому ранний сев – это закон. У нас мощность тракторного парка, сейлок и прочее предостаточная. Очень мощная. И работать надо днем и ночью, как это делают частники. Вот почему я требую, чтобы осенью перепахать всю почву. Чтобы вес на вспашке меньше было. А лучше, если мы избежим вообще пахать весной. Как только почва созрела, обрабатываем сеем. Задача – как можно раньше посеять. Второе. Мгновенная подкормка зимых культур. К чему я это говорю? Это же аксиома. Понятно, чтобы вы подготовили агрегаты, которые могут выйти во влажную почву. Как они называются? Роса. Роса, да. Хорошие агрегаты. Их надо подготовить. А если не хватает, то их нужно закупить. Поэтому подумайте, как можно раньше подкормить озимые. И очень важных два стратегических вопроса. Один, можно сказать, тактический. Другой стратегический. Первое. За зиму надо определить центры, куда мы, если необходимо, свезем энергонасыщенную технику, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны и трактора энергонасыщенные. И МТЗ, Гомсельмаш, их помогут отремонтировать, восстановить. А где-то, может быть, и обслужить. И я просил министра промышленности и вице-премьера, чтобы затраты на восстановление и ремонт этой техники были минимальными. У крестьян лишних денег нет. Промышленность, молодцы, в этом году работают неплохо. И прибыль неплохая. Поэтому по минимальным ценам надо восстановить и отремонтировать эту технику. За зиму. Мелиорация. Роман Александрович, немедленно надо приступать фронтом просто. Это наиважнейшая в сельском хозяйстве работа. И это наша зона ответственности. Сохранение плодородия земель и вообще сохранение земель – это наша святая обязанность государства. Надо определить за зиму все источники финансирования. Главное – это финансирование. Это не чистая мелиорация, это восстановление того, что мы делали годами, десятилетиями. Каналы вырыли, дренаж положили и забыли. 60 лет прошло, а природа у нас начала отвоевывать эти земли. Надо начинать заниматься этой работой по-государственному. Поэтому надо восстановить ту технику, которая когда-то по моему поручению была закуплена и произведена. И второе – ее будет мало. За зиму надо что-то произвести. У Амкадора есть определенный опыт. Уже создана техника и не только Амкадор. И МТЗ может подключиться к этому вопросу. Но мелиорацией надо заниматься. Мужики, теряем тысячи гектар по стране плодородных земель. Поэтому надо заниматься мелиорацией. Надо определить за зиму планы каждому губернатору, в каком районе, где и что. Короче, ремонт, подготовка энергонасыщенной, сложной техники помогут промышленники. И определиться, кто поможет также восстанавливать мелиоративную всю эту технику. Осуществлять ремонт этой техники и производить новую технику, чтобы отряды были укомплектованы. Надо еще раз вернуться к передвижным механизированным колоннам ПМК-мелиораций. Если в каждом районе они не нужны, то их нужно создать в тех районах, где они нужны. И параллельно хочу напомнить по бывших помещениях сельхозтехники. Помните, сейчас райагросервис. Там и ремонт был техники, и снабжение, и топливом, и нефтепродуктами, и запасными частями. Там была и сельхозхимия, удобрения поставляли и прочее. Еще раз предупреждаю вас. В будущем году каждый губернатор будет сдавать экзамен на предмет возрождения сельхозтехник вот этих райагросервисов. Они нужны для сельского хозяйства. Определитесь, какими они должны быть, и восстановите их. Вторая проблема. Государственная граница. Вы видите, что происходит на государственной границе и вокруг нее. Скажу прямо. Не такая это большая проблема, как ее сейчас раздули в средствах массовой информации. Но я средства массовой информации не осуждаю, потому что это носит сильный предупредительный характер. Сейчас обратили внимание на Беларусь. Но таких маршрутов 3-5 в мире, по которым идут миллионы бегущих от войны. Но сконцентрировали сейчас внимание на белорусско-польской, белорусско-литовской, латышских границ. И уже внимание начинают уделять белорусско-украинской границе. Я ниже скажу, она также беспокоит и меня, наверное, и Россию и так далее. Поэтому не такая это, подчеркиваю, проблема, как ее сегодня раздули. Но раздули правильно в средствах массовой информации, чтобы предупредить на будущее. И что полезно, молодцы журналисты, что показывают истинное лицо этой демократии. Наконец-то и вы, сидящие здесь, и особенно наше общество и другие, поймут, что же это за демократия и права человека, свобода, слово там на Западе, которые нас постоянно толкали. Какие там наши задачи? Роман Александрович, поручите кому-то в правительстве, я думаю, и Минобразование, и вице-премьер, соответствующие по социалке, надо обратить внимание на беременных женщин и детей. Полная катастрофа. Очень много женщин беременных на 8-9 месяце. Мы никуда не денемся, они, наверное, будут рожать у нас. Уходить они из этого лагеря, вот где находятся сейчас, они не хотят. Мы останемся здесь. Но как здесь? Мы же знаем, какая холодрига наступает. Они не знают, что такое в Беларуси в лесах этих зимовать. Но уходить оттуда не хотят. Поэтому надо посмотреть. Наталья Ивановна, вы как-то подключились с женщинами? Посмотрите, может быть, попросить их, чтобы они или отдали нам детей, мы их разместили бы в санатории. А где-то, может быть, и с матерью. И беременные женщины, и дети – вопрос номер один. Поэтому посмотрите, определитесь, нельзя их бросать, этих детей. Особенно детей. Мы хотя бы их там в душу отвели, помыли и накормили. Далее. Юрий Викторович, я тебя попрошу, подвези туда сухих дров. Ну, у нас хватает этих сухих дров, надо привезти туда и сложить им, пусть они там разжигают эти огни, костры и так далее. Ну, куда денешься? Уходить оттуда не хотят. Мы им предложили. Там сегодня на утро 1790 человек в этом лагере. И 322 с польской стороны, которые они пытались сегодня ночью выпихнуть к нам. Но не получилось. И они не хотят оттуда идти. И вот они, 322 человека, сидят там на этой границе. Это ладно, они там разберутся. Но вот эти 1790 человек, которые в основном лагеря в районе Брузги, надо подвезти им дрова. Ну, а беременные женщины придет срок рожать, конечно, в больницу будем вывозить и обслуживать их дальше. Роман Александрович, Министерству иностранных дел надо поручить, чтобы они зашевелились и в организации Объединенных Наций, в других международных структурах очень жестко поднимали эти вопросы. Далее. У нас очень опасная наметилась там тенденция. Это вопрос наших военных и Комитета госбезопасности. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов, взрывчатки этим людям в лагерях. Это вот последних двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет, мы с россиянами держим, с Путиным разговаривали на эту тему, на контроль этот вопрос. Идет с Донбасса. Идет оружие для чего? Здесь же хотят устроить провокацию. Столкнуться лбами наших пограничников с их, наших военных с их. Поэтому вынуждены по периметру сейчас контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие. Потому что там курды. А курды это вояки. И когда они их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация и военный конфликт. Поэтому вот здесь министр обороны присутствует. Вот я попрошу, вы свяжитесь с тертелем сегодня же и определите здесь соответствующие меры безопасности, чтобы туда не попало оружие и взрывчатка. Далее. Нам надо... Это делается, но тем не менее обратить внимание, Министерство обороны, КГБ, погранвойскам обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 тысяч уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе. Притом в наглую, не предупредив никого. Хотя по договорам не обязаны это делать. Вы должны их видеть. И у вас должны быть планы противодействия, не дай бог что. Мы не разворачиваем, я вам таких указаний не давал, мы не разворачиваем свою группировку вооруженных сил. Но видеть мы должны. И предвидеть все, чтобы нам не устроили там на границе войнушку, а мы окажемся к этому не готовы. Я просил Министерство обороны России через президента России, чтобы они подключились к дежурству на границах союзного государства. Как я вчера заметил, они направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат, да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие, но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами. Как мы и договаривались, на Гомель, из Москвы, вдоль южной границы Беларуси, западную границу, на поставы, с постав через Оршу улетают на Москву. Вот это кольцо, этот круг, Прибалтика, Польша и Украина должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная. Самое главное, они отошли от договоренностей, мы не знаем, что они хотят. Россияне, белорусы вместе мы должны контролировать эту ситуацию. И за прошлые сутки поляки попытались вытолкнуть на нашу территорию ночью больше тысячи человек. Больше тысячи человек. Вы понимаете, ловят их там, плотно до границы Германии, а может и в Германии. Вывозят на границу и в разных местах начинают выталкивать. Правда, ни один человек на нашу территорию не прошел. Избивают, ломают ребра, чтобы не видно было. Люди все в синяках, избитые, переломанные, выбрасывают. Их выбрасывают просто на государственную границу. И что недопустимо, я не знаю, почему СМИ это каждый день не показывают, они открывают стрельбу в нашем направлении поверх голов. Как пограничник вам говорю в советские времена, если бы только с определенной территории в нашу сторону был замечен хоть один выстрел, там стерли бы все с лица земли. Это страшное нарушение государственной границы, когда ты в направлении начинаешь с определенного государства стрелять. Ну я не говорю тут о морали. Вы видите, что ребенок этот просит воды попить, стоят как фашисты, гестапо, включают прожектора ночью, включают громкую связь и начинают травить кого? Детей. Дети спать не могут, которых они укладывают в эти несчастные палатки. Поэтому я уже о морали не говорю. Это вы видите сами. Третья проблема. Санкции. Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. На этот пятый пакет, Роман Александрович, вам было поручение. Мы им прощать ничего не должны. Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте. Меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь, через Украину не пройдешь, там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, ну, к примеру, там для немцев, что будет тогда? И мы не должны, защищая свою суверенитетную зависимость, останавливаться ни перед чем. Мы сегодня увеличили через Беларусь прокачку природного газа. Заполнен Ямал Европа. Мы обогреваем Европу. Они нам угрожают еще, что они закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому прежде чем делать заявление, я бы руководству Польши там и другим, литовцам и прочим, безголовым этим, порекомендовал думать прежде чем говорить. Но это их дело. Закроют, пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе. Если только они еще введут нам санкции дополнительно, непереваримые и неприемлемые для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад. Четвертый вопрос. Пандемия. Спад заболеваемости уже налицо. Уже не осторожный оптимизм и сползание там с этого плато. А уже и даже в Минске по республике еще лучшая ситуация. Но я почему обращаю внимание на это? Не расслабляйтесь. Мы опять же не знаем, как поведут себя эти вирусы. Мы еще не знаем, как откликнется на нашем обществе грипп. Поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя. Ну и я уже предупредил вчера вечером министра здравоохранения и всех ответственных, особенно вас, Наталья Ивановна Скухаровна, отвечающих за Минск, тяжелобольные и смертность. Больных уменьшилось. Притом кое-где значительно нужно, Роман Александрович, вводить в нормальную работу больницы. Освобождать от ковида, где были задействованы отделения койки и больницы. И пусть больницы в полном объеме приступают к плановым манипуляциям, операциям и помощи людям. Положено лечить терапевтические отделения, пусть терапией занимаются, онкология, пусть онкология. Надо концентрировать в одной-две больницы или в трех-четырех больницах в Минске ковидных больных и их лечить. Остальные больницы вымыть, вычистить и пускай занимаются плановыми этими манипуляциями. И еще один вопрос, как ни странно он прозвучит, экономия средств. Кислород тоже, Роман Александрович, стоит немалые деньги. Но у нас порой безобразно относятся к расходованию кислорода. Ну это к примеру кислород, то же самое лекарство, защитные средства, это все деньги. Я еще раз подчеркиваю, на конец года из всех источников мы потратим 2 миллиарда долларов на пандемию. 2 миллиарда. Мы бы за 2 миллиарда 5 лет миллиарировали бы земли. Но спасали людей. Поэтому там надо жестко взять на контроль расходование средств индивидуальной защиты вплоть до лекарств. 2 миллиарда долларов на пандемию. А ни с кого не взяли ни копейку. За лечение, за вакцинацию, за тестирование. Никто же деньги не платит. А бесплатно это не достается. Все кричат Pfizer, Pfizer. А никто не спросил, а сколько флакончик этого Pfizer нам предлагают, за сколько? До 30 долларов. От 20 до 30 долларов только за одну инъекцию. У нас своя вакцина в половину. Намного дешевле. То же самое и тестирование. Поэтому не надо кричать. Врачи знают, чем лечить и чем вакцинировать. У нас хорошие вакцины. Не хуже, чем Pfizer. И имейте в виду, вакцинация это уже сегодня политика. Уже, я вас предупреждал, началась война вакцин. Это же деньги, огромные деньги. Поэтому каждый хочет втюхать свою. И наши беглые закричали Pfizer, Pfizer. И здесь готовые на старте стоящие колесить по Европе. Туда же со спутником не пускают. Вакцинировался спутником, там не признают. Нужен Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson или еще там что-то. Поэтому еще раз подчеркиваю, специалисты знают, какую вакцину мы должны использовать. Вот четыре животрепещущих вопроса, которых я хотел бы, прежде чем мы остановимся на конкретных вопросах, сегодня сказать. А сегодня с правительством мы должны рассмотреть ряд тем. Они вынесены на отдельное обсуждение, как я говорил, потому что при принятии решений по ним возникли некоторые вопросы. Одной из тем будет реформирование предпринимательской деятельности. Мной была поставлена задача повысить степень участия субъектов малого предпринимательства в финансировании государственных расходов. Правительством были выработаны определенные подходы и на мое утверждение внесен проект указа о деятельности субъектов малого предпринимательства. Субъекты малого предпринимательства играют существенную роль в нашей экономике, создании новых рабочих мест, ускорении экономического роста, в том числе за счет перераспределения трудовых ресурсов из малоэффективных секторов. Наша задача – обеспечить такие условия, чтобы переходные процессы проходили бесшовно, с минимальными экономическими потерями и прогнозируемой ситуацией в предпринимательской среде. До подписания указа проект такой на столе хотел бы в широком составе здесь публично обсудить, насколько убедительны представлены доводы и есть ли у правительства четкое понимание ситуации и алгоритм дальнейших действий в сфере, подчеркиваю, малого предпринимательства. Какие инновации предусмотрены в проекте указа, какой эффект стоит ожидать после подписания этого указа? Как предлагаемые изменения критериев малого предпринимательства отразятся на деловом климате и на уровне экономической активности, особенно в регионах? Работа в теневом секторе больше недопустима. В результате мы должны иметь ясное представление о дальнейших этапах корректировки налогообложения всех субъектов малого бизнеса. При этом за попытками улучшения мы должны видеть и первую очередь интересы наших граждан. Это не значит, что мы сейчас непосильным бременем налоговым обложим малое предпринимательство и предпринимательство вообще, что оно все загнется. Нет, нам это не надо. Нам надо, чтобы и малое, и среднее, и крупное предпринимательство развивалось. Чтобы предпринимателей все больше и больше их появлялось в Беларуси. И определить так, чтобы они могли платить налог посильный. Перегибов здесь быть не должно. Но платить должны все. Хоть по одной копейке, но платить. Также на сегодняшнее совещание выносится вопрос о показании мер господдержки одному из наших предприятий. Амкадор. Должны обсудить эту тему. Хочу предупредить правительство. У меня уже подозрение возникает, что тут начинают фильтровать. А, вот этому надо помочь. Этого от футболи надо шевелиться самим и зарабатывать деньги. Но кому надо помочь, которые попали не по своей порой даже вине в тяжелую ситуацию, мы помогаем и будем помогать. Но это не значит, что каждый придет и возьмет деньги в бюджете. Еще одним вопросом повестки стоит тема строительства нового учебного корпуса Белорусского государственного университета. Для Республики Белоруссия экспортированной экономикой критически важно, чтобы система образования была гарантом высокого профессионального уровня специалистов. И государство в этом плане оказывает значительную помощь и поддержку учебным заведениям. Хотел бы услышать дополнительные аргументы по этому вопросу. Можем ли мы в это трудное время, непростое, обойтись без этого корпуса? Вот этот прежде всего вопрос. Неужели вот завтра БГУ перестанет существовать, если мы этот корпус не построим? Первый вопрос. Второй. А может быть мы что-то в Минске или где-то найдем для функционирования этого факультета там и так далее? То есть надо разобраться. Если сегодня можно потерпеть, надо потерпеть. Если есть лишние деньги, пожалуйста, я не против. За два года будет стоять этот корпус. То есть надо четко определиться по-хозяйски. И ведомственных подходов здесь быть не должно.